Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами поговорим об уборке. У нас рубрика «Находки с маркетплейсов», и я вам покажу классные товары, которые в уборке вам точно пригодятся. Потому что сейчас лето, наверное, многие будут чистить, мыть свои дома, квартиры, дачи. Поэтому обязательно смотрите, если готовы с чем-то поспорить или с чем-то согласиться, или добавить что-то свое, очень нужное, что вы нашли на маркетплейсах, обязательно пишите в комментариях. Первый товар в нашей подборке, возможно, вас удивит, но это рекомендация моего мужа. Он сказал, включи его обязательно. Это вот такая вот лестница-стремянка. Зачем вам нужна вообще стремянка в уборке? Ну, например, вы хотите протереть на кухне шкафы, где пыль скопилась уже с прошлого года. Конечно, можно встать на табуретку, но табуретка, во-первых, неустойчива, во-вторых, вы можете ее испачкать. Средство, например, на нее прольется, а если у вас табуретка тканивает, как бы не очень приятно. Эти деревянные тоже, тем более, потому что дерево вывести средство тоже так себе удовольствие. Алюминиевой стремянки, или вообще металлической, ничего не будет, вы ее тряпочкой притерли и все. Плюс ее удобно носить с собой по дому, не надо никого просить, не надо ждать мужа, не надо тащить вот эту вот огромную лестницу. Вы просто ее взяли, отнесли куда вам угодно и все. В общем, реально для уборки вещь полезная. На окно можно поставить, на пол, не знаю, даже на улице вы что-то делаете, яблоки собираете, например, если у вас там свой участок или дача, то такая стремянка вам точно пригодится. Второй товар в нашей подборке уже от меня, и это мои любимые меламиновые губки. Если честно, я их для себя открыла, наверное, лет 6 назад, и я вообще удивилась, как я жила без них, потому что вот они ототрут все, что ничем другим не оттирается. Они, правда, очень классные, я им чищу периодически и подошву на кедах, на белых, у меня белых кед просто очень много. И недавно я чистила жир на вытяжке на кухонной, потому что даже антижир справлялся так себе, вот антижир вместе с этими меламиновыми губками отмываю, вытяжу просто буквально там за 10 минут. Я знаю, что многие говорят, что они очень вредные, им вообще нельзя пользоваться. Ну, ребят, наденьте перчатки резиновые, наденьте респиратор, потому что, когда вы пользуетесь антижиром любым, который содержит щелочь, вам также нужно пользоваться и перчатками, и респиратором. Меламиновыми губками. История точно такая же. Пользуйтесь средствами защиты, потом хорошенько споласкивайте поверхность, выкидывайте их куда-то, чтобы их там ни дети, ни животные не нашли, и все, никаких проблем. Мне понравились вот эти губки, они стоят 290 рублей, и их целых 20 штук. Конечно, можно найти другие, не обязательно эти. Вперед! Третий товар. Это вот такие вот очень маленькие, хорошенькие ершики. Они пригодятся вам для каких-то труднодоступных поверхностей, если у вас есть кофемашина, периодически ее чистить, и, в принципе, они очень нужны. Я, например, когда делаю в блендере утром творог, потом я его мою, и вот в этой вот насадке остается грязь, которая водой не вымывается. Я беру этот ершик, вычищаю, и все, никаких проблем, грязь не засыхает, это очень удобно. Они стоят 195 рублей, их 3 штуки, 17 сантиметров они в длину, а в ширину всего 5 миллиметров. 5 миллиметров, то есть они очень маленькие, пролез вообще куда угодно. Мне кажется, хотя бы один комплект для уборки точно должен быть. И еще один ершик побольше, я его тоже нашла на Азоне. Он используется в основном для бутылок, он тоже достаточно маленький, универсальный, можно чистить все, что угодно. У него жесткая щетина, волосы эти не выпадают с первого раза, как на многих других ершиках. Стоит он 168 рублей сейчас со скидкой. Ссылку на него и на другие товары я оставлю в описании к этому видео. Пятый товар в нашей подборке немножко не вписывается в концепцию, потому что он достаточно дорогой. И я говорю вам о пароочистителе. У нас это Керхер, мы им пользуемся очень давно, наверное, года с 15-16, он все прям очень много лет. Я даже не знаю, продается ли сейчас наша модель. Нашла похожий на Валберес, он сейчас стоит 18 тысяч рублей. Но это тот случай, когда, наверное, есть смысл переплатить за качество. Я не говорю, что Керхер единственный качественный пароочиститель, вы можете найти лучше. Но я не думаю просто, что пароочиститель за 2000 реально вам сможет очистить, не знаю, раковину или сантехнику, или вообще все что угодно. Так же, как и парогенератор за 18. Ну, потому что у них даже мощность и сила пара, как это правильно называется, в общем, абсолютно разная. У Керхера есть много насадок, им можно отпаривать занавески, можно мыть полы, и ламинат, и керамогранит, и плитку, и линолеум, в общем, все что угодно. Можно чистить всякие труднодоступные места, например, сантехнику, кухню, что-то на подоконнике, какие-то вот эти вот тоненькие щелочки, куда сложно пролезть. То есть, муж у меня чистит паром салон в машине, у него кожаный салон, и мы чистим, точнее, он также у нас занимается чистковой, он у нас чистит кожу, то есть кожаную обувь. Он сначала чистит паром, а потом уже обрабатывает всякими средствами. Вещь, правда, очень классная. Если у вас нету парогенератора, но вы, точнее, парочистителя, и вы хотите его купить, но сомневаетесь, я вам так скажу, что это реально нужно. Но при условии, что вы любите убираться. Еще раз скажу, не обязательно керхер, просто возьмите хороший парочиститель. Есть, кстати, и у керхера модели подешевле, вот, например, за 8,5 тысяч рублей, даже за 7,700. Они тоже очень хорошие, тоже для уборки вам точно подойдут. Последний товар в нашей подборке на сегодня, это вот такие вот одноразовые салфетки, которые продаются в рулоне. Я никогда не понимала вот эту вот стирку тряпок, использование старой скатерти, футболок и прочего. Ну, сейчас нет дефицита, и мне, честно, это не нравится. Мне кажется, что они убирают хуже и пахнут не очень. И вообще, как бы, зачем вырывать футболку, если можно ее кому-то отдать, продать или, не знаю, на даче носить, например. Ну, точнее, не мыть ей полы. Ну, в общем, я постоянно беру вот эти вот рулонные тряпки, они у меня на кухне постоянно висят, и классно их использовать для уборки. Не надо стирать, если, конечно, хочется, очень можно постирать, потому что они тоже бывают из разных материалов, и есть тряпочки, которые можно несколько раз использовать, и они у вас там не расползутся, ничего с ними страшного не случится. Короче, для уборки вещь просто незаменимая, их тоже очень много. Можете на маркетплейсах ввести тряпки в рулоне, выберите те, которые вам нравятся. Ссылку на свои я оставила в описании к этому видео. Вот такая у нас сегодня получилась подборка товаров для чистоты. Если вы с чем-то согласны, не согласны, хотите что-то спросить или поделиться вашей находкой, пожалуйста, пишите свои комментарии. И увидимся потом. Пока!